Приветствую вас, и для начала хотелось бы сказать так, что ничего и ничего быть не может. И если у человека обученные руки, значит он разочаровался в определенных стрелях, в определенных своих идеалах, задачах и, собственно, стремлениях. И что уж тут таить, но ситуация заключается в том, что это для человека, вообще-то говоря, нормальный. То есть на протяжении своей жизни абсолютно каждый из нас может переживать определенные кризисы. Этот кризис обусловлен тем, что старые привычные цели и задачи человека больше по какой-то причине не приносят удовлетворения субъекту, не приносят ему наслаждения и не соответствуют меня, изменившимся, судя по всему, приоритетам, изменившимся задачам, изменившимся желаниям человека, ну и так далее. И по сути дела очереда неудач, которая обязательно предшествует тому феномену, который вы назвали как опускание рук. Так вот, очереда неудач доказывает человеку, показывает человеку, что простите, привычные модели поведения не работают. Привычные модели поведения не позволяют достичь тех целей и задач, которые перед человеком стоят. И тогда, несложно сделать выявление, что для того, чтобы вновь себя воодушевить, необходимо сделать следующее. То, что изменилось в вашем сознании, в вашем поведении, в ваших приоритетах, в ваших желаниях, в ваших целях, может быть, и так далее. То есть, нужно определить, что поменялось, что стало другим. И когда и если вы сможете это сделать, Когда и если ситуация станет вам ясна и понятна, Когда и если вы вот этот момент для себя определите, Вы сможете понять, что же подкорректировать в своем поведении, Чтобы вновь чувствовать удовлетворение, вновь ощущать, что вы движетесь к своим целям, Вновь ощущать, что вы, собственно, делаете то, что вам нужно, то, что вам нравится, то, что вам интересно и так далее. Без анализа этого не получится у вас что-либо изменить, к сожалению. Далее. Далее нужно сказать вот о чем. Желания ваши изменились, приоритеты тоже изменились, равно как и ценности. Но если это происходит внутри субъекта, То вовне меняется все далеко не так быстро. Вовне далеко не все так быстро и легко изменяется по воле человека, как внутри. И, возможно, возможно, вам не следует рассматривать эффективность своей новой деятельности, То есть подчиненной новым каким-то желаниям, стремлением и задачам, По тому же принципу, что и было до этого. То есть ваша эффективность, по сути, она теперь изменилась. Теперь она стала другой. Это ваша эффективность. И, соответственно, если говорить о наличии у вас новых моделей поведения, То пройдет какое-то время, Прежде чем, условно говоря, Эта модель поведения приведет к тому эффекту, Который вы, например, ну, Сами для себя хотели бы видеть, Который вы сами для себя хотели бы получать, Который для вас важен. То есть очень, я бы даже сказал, Принципиально для вас то, Чтобы вы не ожидали, Не ожидали, Того же эффекта, Который у вас был ранее. Того же эффекта ожидать не стоит. И тогда вы будете лишены ожиданий, Вы будете лишены завышенных ожиданий, По отношению к своей деятельности. И вам будет легче решать задачи. То есть, как вы понимаете, Ваша деятельность, Она вот пока подчинена вот таким вот основным моментам. На мой взгляд, достаточно важным, Достаточно, ну, необходимым для того, Чтобы смотивировать себя вновь на новые действия, Смотивировать себя вновь на то, Что вам требуется сделать, На то, что вам нужно делать, И так далее, и так далее, и так далее. Необходимо также проанализировать правильно, То есть, подумать, С чем связана ваша череда неудач, Которая у вас была. Потому что эта череда неудач Вами, скорее всего, Воспринимается недостаточно верно, Недостаточно правильно. И, возможно, именно из-за неправильной модели Поведения, из-за неправильной оценки того, Что вам нужно было делать, Из-за неверной организации труда, Из-за неверной организации деятельности. А, возможно, именно из-за этого, И по этой причине, У вас произошел тот кризис, Который вы имеете сейчас. То есть, по сути, кризис, Деятельности, Кризис, Своих желаний, Кризис целей, ну и так далее. И чтобы этот кризис преодолеть, Нужно понять, что вы Игнорируете, по сути дела. А это именно... Так, так называется. То есть, это называется именно Игнорирование. Вы игнорируете Изменяющиеся условия, Изменяющиеся обстоятельства Вашей жизни. Вы их игнорируете И пытаетесь Привычными для вас моделями Поведения Достичь своих целей. Что, конечно же, Является в данном случае Ошибкой. Вот, примерно так Вам и нужно Поступать для того, Чтобы воодушевить Себя вновь, И для того, чтобы Ну, вновь почувствовать Вкус жизни, Вновь почувствовать Желание Делать что-то, Желание стремиться к чему-то И так далее. Не нужно также Игнорировать свои желания. То есть, если у вас какие-то желания есть, Они у вас появились, А вы Эти свои Желания Не подавляете. Вы их, наоборот, Старайтесь Как бы реализовывать, Старайтесь их поддерживать Для того, чтобы Собственно говоря Они вносили Адекватные коррективы В вашу Повседневную Повседневную деятельность И вашу Ну, вашу деятельность И вашу Социальную ролевую составляющую В жизни. А также, чтобы Вы прислушивались к ней Для По сути Цели образования Для этого Необходимо лучше Знать вас, чтобы Понимать и помочь Вам Увидеть то, чего Возможно, вы сами не видите. А если вам понравился Мой ответ Буду благодарен, если Сделаете его лучшим. Желаю вам всего Самого доброго И удачи. Удачи! 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 Удачи!